А сейчас, а сейчас та самая нить, на которую нанизаны все наши сюжеты. Москва международная, наша традиционная рубрика. Какой народ сегодня у нас в гостях? Какие секреты счастья у этого народа? Вообще, как выглядят эти люди? В чём их сила, и в чём их слабость, и вкусная ли у них кухня? А всё это, всё это мы узнаем. А знаешь, кстати, как они говорят? Как? Вот если бы они говорили, они бы сказали... А в чём сила нашего народа? А в чём сила нашей кухни? Вы уже догадались, что это за народ? А сейчас слово Орехов-Сан. Пожалуйста. Но не только мне ещё, Кристина, Елдозарова. Да, Елдзарова. Елдзарова. Елдзарова, простите, пожалуйста. Здравствуйте. А, Помидор, ты заметил, что мы между двумя Кристинами можем загадывать желание? Да. И, кстати, вот все, все, все зрители сейчас вечерней Москвы о нашего сетевого вещания загадывайте желание, потому что Кристина у нас хорошая, и желание может загадывать большие, светлые, радостные. Ну, а у нас действительно, как сказать, представители страны. Да, восходящего солнца. Да, пусть это штамп, но это очень красивый штамп. Да, у нас в гостях японцы. Вот такие вот, да, как ты, Помидоров, показал. Да, такие вот у нас японцы. Вот ты сейчас их показываешь, и вы видите. Они не такие. Такие страшные. Они совсем другие. Ну, дорогие друзья, прежде чем я вас представлю, у нас есть такая традиция, когда начинается с какой-то песни, которую знают все, и которая представляет, прежде чем я буду представлять вас, представляет ваш народ. Итак, есть такая песня? Есть. Тогда включаем микрофоны. И... Три, четыре. Усаги оишка-но-яма Ковна-цуришка-но-кава Это прям похоже был по торжественности на гимн. И сейчас я представлю наших гостей, и мы уже будем с ним обращаться правильно и задавать свои вопросы. Итак, сегодня у нас в гостях единственный не японец, но полностью соответствует. Андрей Жилин, музыкант, преподаватель и композитор. Здравствуйте. Здравствуйте. Саяка Такахасия, учитель музыки. Здравствуйте. Маки Кайта, студент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Здравствуйте. Содзи Китамура, студент Московского городского педагогического университета. Здравствуйте. И Эри Ито, домохозяйка. Здравствуйте. Ну вот, и я тогда обращусь к Саяке Такахасии. О чем эта песня была? Песня называется «Родина». Все-таки гимн. Почти. Ну, что-то такое, да? Почти, да. Ну, о чем? Какая она «Родина»? А воспоминания «Родины». Воспоминания. Вот здесь вот, в Москве, да, вот так вот приходишь, сядешь иногда вечерком и вспомнишь о «Родине». Вот так вот мы познакомились. А, Помидор, соответствует ли это твоим представлениям и ожиданиям? Ну, а там сейчас тоже снег же в Японии. Не сильно отличается... Я не про это, я про людей. Как ты это изображаешь? Ну да, ну подожди, они же сейчас просто не в той ситуации. Но я думаю, что, может быть, такая ситуация еще наступит, когда вот это все проявится. Очень надеемся, что нет. Думаешь, мы можем их разозлить до такой степени? Да нет, мне так не кажется. Не разозлить, но, я думаю, надо создать подходящий контекст обязательно. Может быть, какую-то инсценировку. Самое главное, что... Большое вам спасибо, что вы пришли в национальных костюмах, потому что до начала эфира наши коллеги спрашивали нас, а будут ли, увидим ли мы настоящие японские кимоно. Кстати, кстати, как вот вы относитесь... Вопрос сейчас к женщинам, к нашим гостям. В России такая традиция с 90-х годов сложилась, что у нас женщины в России ходят в стилизованных японских кимоно в качестве домашних халатах у себя дома. И все в них делают. Готовят. Стирают. Заботятся о муже. Да? Воспитывают детей. В чем вопрос-то? Вопрос в том, как вы относитесь к тому, что в России женщины, домохозяйки, давно уже ходят в японских кимоно. Маки, да. Дома ходят, дома. Да. Дома люди ходят в японских кимоно. Не по праздникам, а вообще на каждый день. Обычно они одевают кимоно. Только специально... Японцы обычно не одевают только по специальным случаям. А вот наши женщины и в пиры, и в мир. А какой случай самый специальный, самый особенный, чтобы надеть кимоно? Новый год, например. Новый год? Да. Хорошо. Я думаю, что это было. Или собачьба. Или свадьба. Вот сейчас у нас или Новый год, или свадьба. Мы еще пока не разобрались. Мы поговорим обязательно и о том, и о другом. А скажите, пожалуйста, вот смотрите, вот Кристина сегодня специальный принт на себя нанесла. Яркий. Но это не кимоно. Насколько вообще это напоминает вам родину и какие-то традиционные, может быть, японские? Подождите, получше-то, да. Что там у вас? Я не знаю, я могу пройтись. Это розы, красные розы. У них шипы там есть. Есть мнение, что это прямо японская-японская. Эри, как вы думаете, это похоже на что-то японская? Есть в этом японские мотивы? А не ве. Ладно. Не очень японская. Не очень японская. Об этом узнаем. Не очень это похоже. Не-не-не, не очень. Ничего, мы, знаете, в конце эфира, как в конце матча обменяемся кимоно и свитшотами, правильно? Я сейчас назвал. А сейчас, внимание, мы возвращаемся к нашим японцам Орехов-Сан, уважаемая Кристина. Сан. Какой-то хавказ. Сейчас, подождите, у меня сразу вопрос к нашим гостям. Как правильно вот это вот обращается? Надо как-то поклониться. Что нужно сделать? Просто? Просто. Прямая спина, да? Голову не наклоняй. Вот так. А руки где должны быть? Ну, дайте мне голос обратно. Ладно, на колени. Скажите, а вот так как я разговариваю, так в Японии кто-нибудь разговаривает? Якудзу, наверное, да? Пьяные так разговаривают. Да, да. Пьяные Якудзу так разговаривают, да, Помидоров? Не больше никто. Так что ты сойдешь до своего в очень узком слое населения. Я, кстати, знаю, что Якудзу занимает неоднозначное. Ну, как, они не являются однозначно плохими такими, злыдними и преступниками. Мы запишем ваши вопросы и обязательно вернемся к ним позже. Они там какую-то благотворительность проводят, что-то еще такое делают. И это тоже уточним, Помидоров. Ладно, обязательно выясните. Все выясним, все. Но начнем сначала вообще Япония. А какая она? Потому что, надо сказать, знаете, мы видели картинки, мы все видели картинки. Мы видели кино, у нас есть какие-то представления. Но вы же там родились и выросли. Вы же, это же ваша родина. Поэтому, кто откуда вообще? Вы откуда? Из Токио. Микрофон. Из Токио. Токио. Из Цикуба. Сейчас, секундочку. Из Цикуба? Цикуба. А, Цикуба? Цикуба. Цикуба. Вот это вот? Да, город. Это я знаю. А где это только? Это немножко на севере от Токио, на электричке 40 минут. Поэтому недалеко очень. А, на севере от Токио, на электричке 40 минут. Ну, это как Дубна, наверное. Да, Савелова. Ага. Хорошо, да. Из Чива. Как? Чива. Чива. Да. А, это где? Это тоже находится рядом с Токио, на запад. На запад? Нет, на запад, на восток. На восток. А что у нас на востоке от Москвы? Балашиха. Ну, что-то типа того. И вы откуда? Пакаема. А это где? Не выключайте микрофон. Окараосака. Осака. Да. Это далеко уже. Это уже далеко от Токио, да? Да. Хорошо. Ну, вот у нас есть три представителя центрального региона. Давайте поговорим о Токио. Какое оно вообще, какое оно, это Токио? Рассказывайте. Ну, город большой, естественно. И чумни, света всегда. Ну, подождите, в Токио одни небоскребы? Ну, есть. В Синджику. Сейчас, сейчас, подождите. Нет, вы рассказываете о своем любимом родном городе, я не буду вас пытать, поэтому рассказывайте все, что хотите. И кто хочет добавить, пожалуйста. Ну, Токио большой город, там все есть. Все есть. Ну, так, а что все-то, хорошо, ладно. А чего там нет в таком случае? Там, что нет? Ой, ой, тишина, тишины нет, скорее всего. А зелени много вообще? Да, зелень, ну, меньше, чем в Москве, естественно. И еще что, можно посмотреть. А куда вот, если приехал в Токио, да? Ведь все-таки большой, красивый город, да, конечно, экзотикой для нас. Но вот что посмотреть? В Москву ясно, если спрашивают, что посмотреть. Еди на Красную площадь, а там разберешься. А вот куда идти в Токио? В Токио? Ну, пойдете в Асакусу. Куда? Асакуса. Асакуса? Это район какой-то, да? Все кивают, но я не понимаю, что это. Там есть синтезский храм, может быть, знаете. Андрей, ты был там? Да, мы были в Токио. Там действительно есть очень красивый синтезский храм. Да и вообще сам Токио, просто стоит по нему походить, на самом деле. Просто побродить по самому городу и посмотреть, насколько он другой, насколько он отличается от всего того, что мы видели в Европе, в принципе. Так что просто приезжайте в Токио. Хорошо, но вот есть районы, о которых даже я знаю, там Сибуя, Харадзюку и так далее. Вот это что за районы такие? Сибуя, Харадзюку – город Морожожи. И там очень много молодых людей. А молодежные районы такие? А почему там молодежь? Там привлекательные магазины. Магазины? Да, разные. Молодежь, тогда подключайтесь. Тусовки. Тусовки, да. Русские, не молодые. Самый молодой, да? Да, я самый молодой. И я тоже часто еду в Сибуя, Харадзюку и шитота. Так, мне нужно будет, чтобы немножечко переводили с японского русского на... Что-то покупать. Там действительно очень большое количество разных совершенно различных магазинов, как японских, так и мировых сетей. Таких вот покупательских. Ну и в общем, просто интересно. То есть, а если за шмотками, извините за выражение, за шмотками, это в Сибуя надо отправляться, да? Хорошо, а Харадзюку? И рестораны еще. Это очень много там известных японских ресторанов. А, значит, купился в Сибуя, отправился в Харадзюку поесть, да? Да, но в Харадзюку тоже там много магазинов в Азии жили. Там тоже можно покупать что-то в Азии жили. В Харадзюку? В Харадзюку, да, в Харадзюку тоже. А сейчас нам возможно... Вот, показывают. А скажите, вот это японские рестораны, потому что вот это... Мы еще вернемся к еде, конечно, но вот вы же ходите или не ходите в Москве в японские рестораны? Сильно отличается вообще то, что у нас в Москве называется японским рестораном? Это вопрос ко всем. Пускай сначала японцы скажут. Они деликатные. Да, суши, я попробовала суши, и очень яркие, и это много роли, суши роли. Но в Японии суши роли это только один тип, поэтому не так много, и не очень яркие японские суши. То есть это всего лишь одна часть японской кухни, да? А у нас это целый ресторан, да? Суши? Суши роли, это такой суши роли. Да, рис и чего-то туда завернут. Да, но это роли, значит, это в округе это нори, и морская капуста, и внутри это рис, это роли. Да, да, да. Это, но это обычно, обычный суши это рис, и на рисе это что-то либо. Хорошо, а есть еще этот самый деловой район Синдзюку, и вот это, это то, что там ходят все в пиджаках и галстуках, да, я правильно понимаю? Почему? Синдзюку, ну, в Синдзюку. А, ну да, там город, да, деловой центр, да, много мужчин, почему-то там женщины-мара. А, то есть, если в Сибуе это молодежь, то в Синдзюку, да, так сказать, одни вот эти деловые люди. Вообще, так сказать, японец, если он ходит на работу вообще-то, японец, насколько он в костюме всегда? Дресс-код. Уже? В ресторан? Ну, нет, 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 а в офис. Я просто смотрю, все ходят такие обычные вполне себе рубашечки. А на работу в чем ходят вообще? На работе? Да. Ну да, на работе тогда в костюме. Костюм? Да, костюм. Хорошо, ладно, и, ну, судя по вот этим кадрам, здесь никто не идет на работу. Наверное, бы ходу не. Хорошо, и последнее, что я хотела, что Акихабара, это говорят там электроника, да? Что вот это, вот, что вот это, вот, рассказывайте. Все очень. Акихабара, да, Акихабара, это тоже известный город, и многие люди, которые любят японскую аниме, собрались в Акихабаре, и они много гуляют, и... Слушайте, а это там вот эти все эти девчонки в сумасшедших вот этих костюмах ходят, да? Да, 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 можно покупать аниме костюм, и... Ну, не это, конечно, а это самое... А правда, то есть аниме, то есть там студии, там книжные магазины, это все там надо, да? Туда идти. Хорошо, ладно, об аниме мы еще поговорим. Ладно, с Токио, ну не то, чтобы разобрались, но хотя бы так немножко... О ваших городах, Эри, вы самая не токийка здесь, расскажите о вашем городе. Большой, маленький. Очень маленький город, и там есть много природов, и много горя. Гори, гори. А, горы, ага. Гори, много горя. Да, да, да. Поэтому очень хорошо, и очень тепло, всегда тепло. И всегда тепло? Да. А в Москве для вас всегда холодно или... Да, всегда холодно. А вообще, такой вопрос, вот для японца Москва, она какой город? Холодный, сухой, жаркий, какой он город? Холодный. Холодный? Холодный город, я думаю. Все время? А лето? Ну, лето, да, лето не очень, да. Не очень что? Не очень холодно, да, конечно. А, значит так, Москва холодная зимой, а летом не очень холодная, правильно я понимаю? Да, да, да. Удобно, я думаю. Удобно. Удобно. помидоров у нас а мы думали что у нас сейчас тепло но нет я потрясен я вообще хочу в японию я хочу японию уже давно потому что я подписан кстати там в этом фейсбуке там на какие-то странички которые рассказывают там просто пейзажи картинки и мне кажется вообще совершенно совершенно другой мир особенно все что связано в токио же есть и остались старые районы я что-то слышал там есть квартал гейш вот что-то такое это есть есть и старые районы в токио да стереотипы думай да ну например император искать два лет ну найдете я записываю твои вопросы да и про якутсы про гейш мы все это обсудим правильно меня не столько сами гейши интересуют сколько но если вас интересует я для вас я все выясню дарит только для да да ну а сейчас японцам как говорят ладно хорошо кристина и русла здравствуйте помидоров сан кстати скажите мне пожалуйста если сан это уважительная такая частица по отношению к мужчине правильно или к женщине к женщине тоже можно да это это как это ну социальное положение чин или возраст что это сказать кому можно обращаться так как кому это будет неправильно я думаю всем можно кроме детей я думаю кроме детей да если ребенка ребенка не надо не надо не надо если ребенка то чан 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 а это что означает как хорошо помидоров сан и кристина чан хорошо да при продолжаем ну как с этим у нас есть вопросы может быть вам они все надоели но эти вопросы мучают простого россиянина гейши да кто они кто может решать а знаете я вот нет секундочку андрей андрей вот ездил в японию я понимаю что японцы это может быть не интересно да типа какая-то а вот ты наверняка задавался этим вопросом конечно задавался этим вопросом и даже читал некоторую литературу на эту тему литературу конечно только литература гейши это не то что вы сначала подумали гейши это скажем так украшение общества скорее какой-то женщина как произведение искусства как как собеседника который может что-то там рассказать каким-то образом украсить компанию вот но совершенно не то что то есть приходит на ум дима давайте уж так но как бы не совсем не совсем не совсем никакого тема слишком долгие чуть-чуть а скажите ну вот мы тогда вот это украшение общества звучит вообще так вот как сказать хорошо а какие-то обычные женщины так сказать вот там не для всех а может быть там для своего любимого мужа так далее вот какие-то навыки гейши требуется вообще но правда вот это обычная японская жена она будет вот как-то украшать жизнь своего мужа я я спрошу домаха играет на рисунок что не не являлись нет нет не учились так вот и лет говорите по-японски а мы переведем сайкута сырых то асканай томо эмас таких людей мало ну да к сожалению поэтому нужно учиться не один год я думаю подождите но и одно дело понимаете быть профессионалом а другой какие-то навыки или это все нет отдельный гейши отдельно друг проще и японки да я думаю да это гейши это профессия специально не делает это уважаемая профессия или вот как женщина относится не очень я думаю не очень это не уважаемый вообще в принципе или или женщины так ним относятся женщина так относится это не очень это хорошая работа и там мужчина не знаю мужчина наверное любят мы все здесь просим микрофон да хорошая ли это уважаемая ли это женщина хорошая ли это работа для дочери вот так хорошая работа я не так думаю потому что работают гейши это трудно трудная работа для них для них трудно это тяжелая женская работа да и я не хорошо знаю а гейша так и я не могу рекомендовать рекомендовать работать гейша в общем не рекомендую значит трудно быть произведением искусства и собеседником да ежедневно ежедневно на профессиональной основе хорошо ладно более-менее давайте сказать как сказать но давайте почувствуем ночь японскую вот эту вот нотку вот самый японский инструмент если говорить о русских это он ускажет балалайка и в общем крыть не или гармошка а ее самый японский инструмент андрей ну самый японский инструмент для меня это конечно флейта сякухати но на самом деле чаще самый японский инструмент воспринимается это либо кота это что такое типа наши гусли а такие очень похожи на наши гусли до либо 7 сен похоже на нашу балалайку тоже но такая квадратность длинные да квадратность с длинным грифом они бывают тоже всяких разновидностей но я вот играю на бамбук вы флейте сякухати то есть вот этот звук это прям звук японии да конечно конечно ну что ж да итак вы какая у вас флейта сякухати сякухати пожалуйста выходите андрей жилин музыкант вы на и его флейта сякухати да пока микрофон готовится а все все тишина а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кристина и Руслан Сан Пожалуйста, ведите нас И нам интересно, чтобы Кристина тоже что-нибудь спросила Не Руслан Сан, а Орехов Сан Фамилию Вежними представить Помидоров Сан Мы только что-то выяснили Мы выясняем Мы все выясняем Нам интересно, чтобы Кристина тоже что-нибудь спросила Потому что все-таки как женщина Она видит мир иначе И у нее какие-то свои вопросы интересные есть Она была в Японии Да, вот меня сейчас сдали Наш человек в Японии Была в Японии? Да, была в Японии Училась там, 10 лет учила язык Какое-то время И как, скажи, пожалуйста Можно ли там ассимилироваться и чувствовать себя как дома? Можно, но это как, знаете, попасть на другую планету Это правда? Слушай, а в чем вот эта непохожесть такая? Потому что все-таки попасть на другую планету В европейскую страну, это одно А Япония, она еще более другая Вот в чем это выражается? Мне кажется, это выражается в характере Может быть, характер Они что, смеются там, где мы плачем? И наоборот? Как это? Может быть Я не знаю Давай такое яркое отличие Вот что ты увидела Так, ну вот мы бы точно так не делали Там, я не знаю, пьют чай из бедер Да, что тебя шокировало? Вот какое-то отличие Шокировало меня Скажу честно Я когда первый раз приехала в Японию Меня шокировало то, что люди соблюдают правила дорожного движения А почему они соблюдают правила дорожного движения? За ними следят все время? Наказывают? Давайте спросим тогда уж Давайте спросим у гостей, да А откуда эта законопослушность? Почему японцы соблюдают правила дорожного движения? Или даже может быть И насколько вы вообще законопослушные? На самом деле Соблюдаются абсолютно все правила дорожного движения И японцы действительно очень сильно законопослушные люди То есть Как бы Ну это просто по умолчанию А не законопослушные Откуда это все? Откуда вот это? Страх наказания или Воспитание? Микрофон Извините Не знаю почему Вежливость, воспитание, страх Вот эта боязнь, что вот поймают, а штрафуют Не знаю почему Но Так нужно Я чувствую, так нужно делать А штрафуют вообще все? Нет, я думаю А штраф тоже, наверное, есть Но это Больше, чем я боюсь штраф Люди осудят, может быть Соседи Да, да, да Если я неправильно делаю Или не это Вежливо То Невежливость Вот это вот Нарушение правил Это невежливо? Думаю, да Невежливо А скажите, пожалуйста Вы сказали, что их так воспитывают А как именно их так воспитывают Что они потом соблюдают правила Их что Бьют Наказывают Как это достигается С детьми еще? Как воспитать ребенка Чтобы он правила все соблюдал То есть, что если у вас там Обязательно всегда учат Правила дорожного движения Соблюдать правила в школе Это очень важно Еще учат У нас тоже учат Но у нас, если и есть возможность Перебежать дорогу Вот На любой свет Перебегут все. Бабушка с внучеком, мама с коляской побежит на красное, если ей кажется, что она успеет. Понимаете? А что такое? Может быть, в семье что-то им говорят такое? Наказания, может быть, в детстве какие-то суровые? Есть у вас в семье телесное наказание. Глупят. Я думаю, что нет. Наказывают детей? Ну как же, надо же как-то воспитать это, надо как-то вырастить у них. Ну сейчас наказывают мягче, гораздо. А как раньше? Раньше строго было. Пароли? Ну, били раньше. Андрей Санс, да? Судя по историческим источникам, раньше били, да. Что-что? Ну, действительно, применялись телесные наказания, да. Ну, это было давно. Это в Японии детям до пяти лет всё можно, а потом наказывают? Есть такая поговорка, что ребёнку до пяти лет можно всё, а после уже ничего. Это японский подход? Не знаю, извините. Нет, это откуда-то навеялось в другой области. Ну вот смотрите, как сказать, мы немножко... Да? Сочувствую. Что-то говоришь? На время нравится, а есть. Ну, смотрите, мы немножко коснулись японского характера, а ещё до этого звучала музыка. Она для нас, вот для русского уха, она совершенно непривычная. Мало нот, как-то вот нету какого-то вот такого вот много чего-то. Она очень простая какая-то такая. А как... Что это говорит о японцах? Как можно наслаждаться такой музыкой? О чём это говорит? Так, Аси-сан, наверное, это всё-таки к вам вопрос. Ага, как к учителю? Ага. Ну, сейчас молодые люди стремятся, конечно, к чубной музыке. Ну, как обычно. Обычная, да. Современная. Современная. Ну, всё равно в характере же сидит. Вот, ну, у нас же там типа тоже какие-то, так сказать, на балалайке с гармошкой, да ещё как-нибудь вот так с коленцами, а здесь вот такой вот простой, одна нота. Вот это вот, так сказать, что это? Почему так? Как вы умудряетесь наслаждаться этим? Ну, к сожалению, сейчас редко слушаем. Редко? Редко. Например, в ресторане японское иногда играется на фоне. Ну, мы наслаждаем, например, соба, ну, то есть лапшу. То есть это где-то тоже так вот, так сказать, традиционное? Традиционное, да, создаёт атмосферу. Ну, подождите, атмосфера. Ну, вот это, так сказать, ведь помимо музыки, это и кибана, где вот эта вот одна веточка её на... или какой-нибудь иероглиф на стене. Насколько это, во-первых, всё осталось, и вот что, так сказать, это в характере японца? У вас есть, сейчас, подождите, хорошо, где-то, и кибана есть в доме? А, кибана нет дома. Как это? Подождите, бонсай есть в доме? Бонсай только джейдушка делали раньше, но сейчас нет. Да, я не делаю бонсай. Так, бонсай. Иероглифы пишете? Да, конечно. Нет, ну не то, чтобы писать, а каллиграфию. А, шоу-до игра маска? А, в бюджет-стобе, да, я занимаюсь, да, немножко, но я сейчас нет. Хорошо. А, это, Китамура-сан, это что, шоу-до яттэмаска? А, раньше я джейдарю шоу-до, но сейчас не могу. То есть, что вы... Каскоре? Да, в шикоре я в шикоре. Интересный разговор, переводи. Мы говорили о каллиграфии. То есть, раньше было, сейчас нет. Там Расан рассказывал, да, что в школе изучал, да. Ну, подождите, чайная... Так, кто, так сказать, последний раз был на настоящей японской чайной церемонии? Садону, Садошки. Это... Нет. Ну, это совсем вопрос. Был? Да, я раньше участвовал. Проводил или участвовал? Или просто... Оба, оба, оба. А, и проводил тоже? Да, проводил тоже. А, скажите, ну, вот так вот, так сказать, я... Это же не... Как... Для нас просто, как, кстати, быть в Японии, там, и не попить вот этого зеленого чая, да, вот с этими этими штуками. Каллиграфии должны быть везде, везде экибаны должны быть, все-все-все должно быть. А все это для японца, что это, так сказать, вот, для современного, нормального, городского японца, что это? Так, как это? Это традиция. Ну, насколько она, вот, в жизни присутствует? Ну,ちょっと,ちょっと,習慣を守ってますか? Это,例えば,なんか, икибана,とか, садо,とか,今... Как хобби? Шуми тоしてやってる, да? Только хобби, да? Да, хобби, да, для меня. Да? То есть, ну, как у нас там, например, если кто-то начнет лапти плести, ну, это его личное дело, да? Никто в них ходить не будет. Лапти непонятно. А это такая обувь из коры, да. Мам, если в школе занимается, то, наверное, что это? Садо? Садо? Садо, это клуб, что-то есть, клуб садо, клуб, каллиграфии, такое это, есть, типа, университете много клубов по каллиграфии или чайной церемонии. Да, это хобби, да. Тоже как хобби, да. Но, тем не менее, так сказать, как сказать, в праздничные моменты, мы еще про одежду говорим, все-таки одеваются в кимоно, да? Все-таки есть еще что-то такое. Ну, хорошо. Не потерянный еще и японцами, и японский дух. Хорошо. А, Помидоров, у тебя вопрос есть? У меня есть колоссальный вопрос, значит, извините, все-таки я мыслю шаблонно, потому что, значит, Япония, это что, самураи сначала, значит, гейши. Гейши, а, якудзу я уже сказал, еще один шаблон, который я не озвучил, это шибари, вот это связывание. Да, я просто почему спрашиваю, потому что тоже все все время думают, что это какой-то... Тебе придется рассказать нашим гостям, что это, потому что, судя по их глазам, не все понимают. А, подождите, подождите, я сейчас скажу, потому что есть и слово, которое, может, они поймут. Сибару также. А, сейчас, а, сибари и кинбаку. Не понял, мимо. Хорошо, я посмотрю еще в словаре. Ну, вы же можете перевести, вы пока переводите, у вас, соответственно, сейчас роль. А, и сейчас Япония идет к нам, потому что... А мы к ней. А мы к ней. И мы уже вместе, Кристина и Руслан, продолжайте, ведите нас. Ну, хорошо, продолжаем, ведем вас. А, у нас возник помидоров, мы не слышим. Сибари есть еще, хоть дзюдзуцу, так, кинбаку и сибари. Это все одно и то же, искусство связывания. Женщины в основном связывают, но это было боевое искусство сначала, я прочитал, связывали этих пленников. Давайте, мы потом, мы можем еще ведь провести один эфир, и ты уже расскажешь. Просто рассказывает о том, что... Ну, это познание души. Ну, с нашей точки зрения, японцы, ну, просто странные, понимаете, и это одно из проявлений их странности. Если они сейчас расскажут хоть немножко, в чем там суть, может, мы поймем что-то. Помидоров, Кристина, Помидоров, Кристина, мы замечаем ваши вопросы странности. У нас есть это по программе, мы спросим. Мы записываем в отдельный список. В отдельном списке. Но сейчас мы хотели узнать, просто, ну, как-то уже обсудили немножко. Фамилии, что значит фамилии? Потому что у нас достаточно все просто у русских. Иванов – это потомок Ивана. Был когда-то там в роду, там, Кузнецов, родоначальник был Кузнец. А вот что значит фамилия? Вот прямо конкретно на примере. Токахаси-сан, что значит ваша фамилия? И вообще есть какое-то значение у фамилии? У меня Токахаси обозначает высокий мост. Тока и прилагательный, высокий. Высокий мост. Но это как-то указывает на то, где, так сказать, откуда род пошел? Или это просто какая-то вот красивая... Скорее всего, так было. Ну, рядочком было дом. Был дом, был мост, да? Наверное, да. Хорошо. Да, Кайта-сан. Да, Кайта. Кай означает ракушка, и та означает рисовое поле. И не знаю, что это значит. Ракушка, рисовое поле. А мы нет, а мы уже это все немножечко обсудили, и мы пришли к выводу, что это вот скорее улитка. Единственная ракушка, которая может ходить по полю, тем более по рисам, где много воды. Так что вот можем перевести на русский язык как улиткина. Улиткина. А вот это вот еще, да? Вот это трудная буква Л, да? Да. Улиткина. Улиткина, да. Улиткина. Ну, Кайта-сан, наверное, очень долго учит русский язык, поэтому она получает. Вот на каком году из учения стала получаться вот Л? Не знаю, ну один год. А, через год. Всего через год и уже, да. А есть еще у нас наши любимые буквы, это, например, ща, такие вот, так сказать, щи. Вот это можно? Щ. 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 Ну, щи. Си. Си. Не помнишь. Щ. Ща. Хорошо. Китамура-сан, что означает ваша фамилия? Китамура, значит, северная деревня, извините, северная деревня, кита, значит, север, и мура, значит, деревня. Просто северная деревня. То есть человек когда-то пришел откуда-то север, из какой-то северной деревни. Да, 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 просто значение, да. А иероглифами обозначают фамилии просто вот так и написано, да? Вот север деревня, да, вот такие иероглифы используются, да? Да, правильно, на иероглифе. Ну, Ито-сан, а ваша фамилия что значит? По-моему, И это районья Исе. Говорите по-японски. Исе-но-И. Исе-жингут,とか, Мие-префектура-но-И. И-о-И-о-Италия-но-И,じゃないですか? А, это, наверное, Исе-но-И. И, Исе-но-Ир футивара, это имя, футивара, это очень известная. Кристина. А, ТОА? ТОА фути, футивара-но-фути. ТО, это иероглиф древнего рода футивара. Так что, вот, и ТОСАН у нас относится к древнему. А есть какие-то фамилии, ну, знаете, у нас, так сказать, такие какие-нибудь дворянские, знаменитые такие, которые, так сказать, вот прям вот... Ну, не знаю, у нас это какой-нибудь там, я не знаю, Рюриковичи, какие-нибудь Голицыны, их уже нет никого, но если кто-то носит такую фамилию, он этим гордится. Вот это какая-нибудь самая такая, такие древние, какие-то, не знаю, родовитые фамилии есть? У личного знакомого нет, но если носит, например, Токугава, тогда... Токугава, да? А, ну это же вообще там... Трестолет правил Японию. Ага, правитель Японии. Правитель Японии, да. Хорошо, ладно. Сейчас я хотел спросить, а у нас вообще, насколько сложно, так сказать, учить? Потому что я вот, так сказать, ну сколько я, так сказать, не думал, да, какой язык можно было изучать. Вот мне кажется, что японский изучить в принципе невозможно. А вот насколько японцу трудно выучить русский? Да. Срочно. Да? Да? Трудно? А, да, да, трудно, да, изучать русский. А какой было бы легче, наверное, китайский, корейский? Наверное, да, мне легче китайский язык и корейский язык, да. Хорошо. У нас на скайпе есть переводчик... Который мы зададим этот вопрос. Казуя Ешицугу. Здравствуйте, Ешицугу-сан. Здравствуйте. А насколько вот, у нас мы задались вопросом вообще, насколько трудно японцу выучить русский язык? Ой, знаете, это зависит от каждого. И желание, понимаете, да, желание самого человека. Настолько он мотивировал, настолько он хочет изучать. Вот, например, вот я училась в Токийском институте иностранных языков. Вот, у меня были однократные группники, ну, 80 человек. Угу. Вот. Из них выучили русский язык, скажем, процентов 20. А скажите, вот если рассматривать... Я просто читал такую, может быть, это и достаточно юмористическая такая же статейка о том представлении японцев о России. Там написано было так приблизительно. А русский язык, он такой же, как английский, но даже англичане, американцы не понимают русских. Какой сложнее для японцев? Английский, русский, я не знаю, французский, вот из европейских языков? Вот, для меня лично, для меня лично, вот английский более сложный, чем русский. Более сложный? Да, для меня, да. Вот, для многих я знаю, что английский легче, а для некоторых французский легче. Так что вот это очень зависит от каждого человека. А еще вот такой вопрос, ну, вы переводчик, поэтому лингвистический вопрос вам. Скажите, вот я просто слышал о том, что японские и китайские иероглифы практически, ну, одинаковые. То есть, если на слух японец и китайцы не поймут друг друга, то написав иероглифы, они могут это понять. Насколько это правда? И то, и другое. То есть, поскольку китайцы упрашивали свои иероглифы. Ну, какие-то базовые, там, я не знаю, хлеб, мама, вода, солнце, земля. Ну, какие-то вот основные понимания, как бы, передаются через иероглифы. Ну, вот я приведу такой пример. Женщина в Китае, ну, японка в Китае зашла в паркмахерскую. Они хотели немножко укоротить волосы. Немножко укоротить, ну, 5 сантиметров укорачивать. Вот. Она написала на бумаге волосы, мало и резать. Понятно, все, да. У нее получилась короткая стрижка. То есть, оставили мало волос. Да, оставили мало волос. А скажите еще такую вещь. Сколько должен знать минимальное количество иероглифов, которые должен знать грамотный японец? Потому что у нас писать учится уже во втором классе. Буквы все прошли, а дальше нам больше или меньше ошибок. Это уже дело такое. А вот сколько иероглифов должен знать японец, чтобы быть грамотным? И какому классу это все они изучаются уже? Вы знаете, в течение 12 лет образования, из них 9 обязательные, 3 как бы добровольные, но фактически не обязательные. Вот. В течение этих 12 лет люди должны выучить 3 тысячи иероглифов. Сколько? 3 тысячи? Да, 3 тысячи. 3 тысячи считается как бы прелестным грамотным человеком. А вы не думали перейти на буквы? В смысле? Ну как, писать буквы? Было. То есть, была такая идея, на самом деле. Даже переходить на английский язык, то есть, английский государственный язык. Латинские буквы, да. Или латинские буквы, или хироганами описать ножем. Была такая идея. То есть, оставить только звукописи, а не смыслу. Но дело в том, что в японском языке очень много слов, которые пишут одинаково. То есть, если звукописи читать или звукописи читать, то одинаково. Но в то же время смыслы разные. И только по иероглифу можно понять разницу. Совершенно верно. Совершенно верно. Например, вот хаще. Да, у нас вот в студии есть такая хаще сам. Вот хаще. Вот у нее, так сказать, вот хаще может быть мост, а если просто из-за иероглифа, это может мост, это может палочка, с которыми едят. Да, палочка для еды. Видите, да, такая разница. Вот. Или же слово амэ. Это может конфет, это может дождь. Да. Поэтому только с помощью иероглифов мы можем отвечать то и иное слово. И последний вопрос, Яшицугу-сан. Что означает ваша фамилия? Ну, из каких слов она состоит? Моя фамилия Множество счастья. Как? Множество счастья. Много счастья. Много счастья? Много счастья, да. Хорошая фамилия. Очень хорошая. Большое вам спасибо, удачи и много счастья. Это была Казуя Яшицугу, переводчик. Слушайте, ну а как тогда разбираться? Вот если Хаси, да, мост и палочка для еды. То есть ты вот это сказал Хаси, а дальше надо нарисовать иероглиф, чтобы тебя поняли правильно, получили. Да? Да. Вот так вот. Я думаю, что все-таки это в разговоре будет достаточно понятно. Ну, контекст, контекст. От контекста понятно, конечно. Кстати, дорогие друзья, тут у нас рояль в кустах, вот видите, вот сюда. Давайте крупно, давайте. Давайте еще крупнее, крупнее, крупнее. Вот что вы думаете здесь написано? Правильно, вечерняя Москва. Кристина, давай объясни вот это вот, то, что ты мне рассказывала по поводу. Еще раз крупно, потому что здесь важно про иероглифы. Давайте, иероглифы. Вот этот вот первый символ, это иероглиф. Те самые иероглифы, которые пришли из Китая. Он означает? Вечерний, вечер. Далее идет символ одной из двух японских азбук. Это азбука, в которой пишутся японские слова. И дальше уже идет слово Москва. Это азбука, в которой пишутся слова, заимствованные из разных языков. И как это будет звучать по-японски? Йору-но-Москва. Как? Йору-но-Москва. Говори медленнее, пожалуйста. Йору-но-Москва. Йору-но-Москва. А вот скажите, здравствуйте, дорогие москвичи. Как это будет по-японски? Только медленно, я буду записывать, мне это важно. Я же могу, чтобы... Давай. Нет, просто здравствуйте, дорогие москвичи. КОМБАНВА, ШИН АЙ НАРУ. КУМБАНВА, МОСКВА, МОСКВА, НОМИНАСАН. КОМБАНВА, МОСКВА, НОМИНАСАН. Сейчас вы прослушаете музыкальную композицию. Новогодняя песня исполняет Токахаси Сан, учитель музыки, и Китамура Сан. Да. Одна? Одна? Нет. Тогда ваш... Нет, только ваш выход. Я не знаю, у вас есть... Да. Токахаси Сан, пожалуйста, к фортепиано. А вы? А Китамура Сан будет исполнять песню чуть позже. Чуть позже, чуть позже новогодняя песня будет. Все хорошо. Все будет. Да, 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 пожалуйста. Не-не-не, новогодняя попозже, да. А сейчас, не знаю, какая, какую вы скажете. Какую вы скажете? Японская. Они все японские. Музыка, да, у вас сейчас музыкальная композиция. Вот, сейчас разобрались. Знаете же... Сейчас, 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 пока идет подготовка. А вообще, так сказать, насколько музыкальная, может быть, культура, вот, немножко затрагивалась, насколько все-таки влияние запада, и какого запада, там, Америка или еще чего-нибудь. Ника. Ника. А теперь, Sarah, это неизвестно. Анарик, да. Ника. Ну, это сейчас, как, бывает, музыкальная愛. Ну, еще паночку, как, кваска, музыка, да, но и культура. А, может быть, культура, или, культура, да, немного юбилей. Культура, какая, то есть, культура, или, культура, где? По Японии не очень много. Дело в том, что москвичей по Японии с флейтами ходят еще гораздо меньше. Ну, я думаю, половина москвичей, которые там ходят, они либо с флейтами, либо в кимоно, либо еще что-нибудь. На самом деле, конечно, велико сейчас влияние западной музыки. Как только страна открылась в конце 19 века, тут же в страну стала попадать и вся западная музыка. И в основном большой ориентир, конечно, на Америку, на джаз, на какую-то популярную музыку. Да, с Кайто-сан говорили, что... Токахаси-сан, вы готовы? Пожалуйста, Токахаси-сан. Токахаси-сан, возвращайте к нам и расскажите, что это за композиция. Сейчас, сейчас, к микрофону сначала. А это песня про клёна. Про что? Про клён. Про клён. По-сейдингу. Как это сказать, там, где клён стоит, над речной волной, вот это, да? Говорил мы о любви с тобой. Это сезонная песня, да? Сезонная. Сезонная песня про клён, да. Клён – это то, что нас объединяет. Помидоров? Да, отшумел тот клён. Вы знаете, больше всего мне, конечно, интересно всё-таки, правда ли, что японцы, они вот такие очень уравновешенные, гармоничные, вот они лишнего никогда не позволят себе проявить эмоцию, наорать там на кого-то. Кристина, вы же жили очень долго там, 10 лет вы жили, правильно? Хоть 10 лет, о чём вы? Нет, училась я просто в Японии, да. Училась в Японии. Ну, даже если вы жили там одну неделю, вы уже всё равно всё поняли и почувствовали. А они действительно такие? Да, мне кажется, что да, они очень спокойные, уравновешенные, и, собственно, в этом и проявляется вежливость, мне кажется. А можно я вот тогда... Вот самое важное качество, которому ты научилась у японцев, наверняка ты что-то вот у них приняла... Ты уже улыбаешься, как японка, мы за тобой наблюдаем с удовольствием. Давай, рассказывай всё, мы хотим знать всё. Самое важное качество, ну, спокойствие, безусловно, я научилась. А я хочу спросить. Особенно в стрессовой ситуации. Я хочу спросить, а вот это вот спокойствие, это действительно такое вот это мир и гармония? Или просто нельзя проявлять свои эмоции на людей, как-то вот демонстрировать их, а внутри может всё, что кипеть? Терпит. Второе. Второе. Второе, да. Второе. Подождите. Но есть какие-то ситуации, когда можно выйти из себя, там, покричать, потопать ногами, или вообще нет такого? Ну, иногда, я думаю, бывает, это кричать. Когда? Ну, поссориться. Когда пьяный якудзас, два пьяных якудзаса. Ну, да, это бывает, да, обычно, да, это часто. Но это лично, это жизни тоже у меня бывает, да. Я иногда... Лично вы, да, можете закричать и затопать ногами. Да, 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 да. Чашки побить. Чашки побить? А, так, да? Да, вот так. Не делаю. Не делаю. Хорошо. А вот вообще, вот это, скандал по-японски. Скандал по-японски. Переведите. Непонятно, как-то не очень со скандалами, да? Кристина, Руслан, ну, когда будете спрашивать про странности и непонятные аспекты, чтобы мы лучше... Добавляйте сан в помидоры. Елдзар, в орехов сан, пожалуйста. Кстати, как надо... Что надо к женщине добавлять, во-первых? Сан. Тоже сан. Видишь, как удобно. Это во всех случаях. А если с друзьями я общаюсь, уважаемыми, тоже надо так говорить? Ну, если хочешь, ну, я же тоже иногда тебя по отчеству называю, зачем-то. Ну, вот в этих случаях и добавляй. Хорошо. Это, что... Ну, как сказать, мы немножко начали обсуждать, так сказать, характеры. И вот этот скандал японский, он всё-таки существует такое понятие? Или всё всегда вот с... Ты сам. Ну... В семейный нас интересует, там, не на работе. В семье? Да, в семье. Может, кто-то... Да, да, да. Да, нормально всё с этим? Нет, не всегда спокойно. Иногда кричают. Ссорятся. Эмоционально. Ну, это, как сказать, это исключительное какое-то событие? И какой-то отдельный, ну, так сказать, человек такого характера, поэтому он скандалит? Или это вообще нормально было бы покричать, потопать? Что-что я прохопонировала. А, насколько это часто случается? Да. А, сколько часто? А, не знаю, один раз в месяц? А, один раз в месяц? Нормально. А, 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 человек, кто-то кричит? А, ну, женщина, наверное, кричит. А, вот говорят, что в ссоре женщина чаще кричит. Хорошо. А вот кричит женщина. Смотрите, а ведь гость пишет, видимо, он что-то знает. Японцы не умеют выразить отказ словесно. Они промолчат, не ответят ничего. Правда ли это? Вот умеют ли говорить нет японцы? Да, вот этот вопрос такой. Здравствуйте. Могу я взять вашу машину и покататься в выходные? Что вы ответите? Да. Что вы ответите? Самое отвечаю. Во-первых, спросите вот эту женщину. А что ответит за эту женщину? Если я хочу отказаться, да? Ну, наверное. Могу я взять вашу машину, пожить в вашем доме месяц, и еще родственники приедут мои? Наверное, мне нужна моя машина в то время или что-то, что-то. А дом тогда? Как вы откажете мне? Могу я пожить у вас две недели, не больше? Две недели? Если я хочу отказаться, но в то время я буду занята очень. Извините, пожалуйста. Я вам не помешаю. Нет, нет, я буду очень скромно вести, займу вот эту комнату, и вы меня даже не увидите. То заморчаем, может, ведь ничего не говори. Молчание. А, ничего. Морчание, да. Хорошо, ну тогда такой вопрос. Ну, мы сейчас разыгрываем сценку. Выходите за меня замуж. Подумай. А сколько? А как понять, что девушка действительно подумает? Или она, так сказать, типа, говорит, нет, иди отсюда? Это значит, что нет. А, нет. Это всегда значит нет. Хорошо, ладно. Мне отказали, я больше не... У меня депрессия. А как понять, что девушка говорит «да»? Она и «да», наверное, не говорит. Кстати, а если «да»? Это будет определенное «да» или так? Если «да», то как сказать «да»? Ну да, если согласна. То согласна. Спроси еще раз. Да, я больше, что я. Ну хорошо, теперь как будто бы «да», я не буду ловить вас на слове. Выходите за меня замуж. Подумаю. Нет, нет, не может себя переводить. А еще вот этот вопрос, вот эти вот поклоны, да, мы их немножечко уже изучали. А насколько это вот... Что в этом? Это какое-то такое, так сказать, подчинение или это вежливость простая? Или это все-таки показать, кто выше, кто ниже? Вот то, что все время надо кланяться. Что это? Пожалуйста. Ну, у нас так принято. Я не думаю, может, это вопрос по адресу. Ну хорошо. А если вы вот это... Взрослый человек встречает юношу, там девушку молодую, они оба будут кланяться? Кто будет кланяться первой, кто будет кланяться ниже и так далее? Ну, ниже выше, конечно, есть определенное понимание. Что-что? Если ниже, тогда подчиненному ниже надо. Ага, подчиненный все-таки. А какой самый низкий поклон? Ну, то есть, вот я не знаю, там, ну, может быть, если император вдруг встретится, то это вот, наверное, ему самый низкий поклон, да? А можете просто встать и показать, какой угол этого должен быть? 45 градусов примерно. А сколько они... Давайте, давайте сейчас показывать, да, вот. Да, 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 да. Да, да, прям... Да, вот в профиль, да. Вот это вот самый низкий поклон, да? Еще, я думаю, еще. Еще. Момото, мотомото. Вот это вот, где-то 95 градусов, это самый низкий поклон. Ну, да, так сказать, спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. А в этом есть все-таки, ну, вопрос, это как подчинение или это просто вот такая вот вежливость и уважение? Вот чего там больше, подчинение или вежливость? Подчинение это что? Подчинение это ты главная, я твой... А, я думаю, оба. И то, и то. Да, и то, и то. Хорошо, ну, тогда, кто... Жена и муж, кто кому кланяется первой? Оба? Это вообще одновременно делается, да? Да, одновременно, дожине, да, думаю. А кто ниже? А одинаково, я думаю. А тёща, мама жены и муж, ну, в смысле, тёща низкий, ниже поклон, чем жене? Да, это ниже. Ниже. Хорошо, вообще, как устроено вот это вот... То есть, тем ниже... Ну, мы уже поняли, значит, чем ниже поклон, тем больше уважения. Тем больше уважения. Самый маленький поклон, это кому? Вот мы показали почти 90 градусов, да? А вот такой вот, ну, вот такой вот. Это вот... Кому можно? Мне кажется, что вот как просто кивок головы, это и друзьям, да? Тому дать это... Вот какой он самый маленький поклон? Друзьям, наверное. То есть, сколько это? Вот столько, да? Ну, вот так можно. А, то есть, и быстро как раз. Я думаю, что это просто склонить немножко голову, да, когда вот пристречу с друзьями. Угу, хорошо. Свадьба, ну, знаете, свадьба! Хотя мне и отказали, между прочим, тут два раза. Это вот. Я бы вообще пропустил этот момент. Но, тем не менее, интересно. Как, 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 просто мой долг, как профессионал, взять себя в руки и задать этот вопрос. А как проходит японская свадьба? Вот насколько сейчас в свадьбе присутствуют традиции? Вы сказали, да, вы говорили о том, что кимоно это только Новый год и может быть свадьба. А, тем не менее, вот, насколько это все такое традиционное мероприятие? Свадьба? Свадьба. А, как, ну, это, по-разному сейчас, это иногда, обычно, одевает кимоно, но это иногда не одевает вообще. И это вейдинг-дуресы, бейли-вейдинг-дуресы, это, не знаю, на Западной. Ну, то есть, в последнее время у них популярны очень свадьбы в западном стиле, когда просто девушка надевает белые платья, да, мужчина надевает там фраг, да. То есть, извините за эти термины, все-таки белое платье круче, чем кимоно. Не знаю. Если девушка в кимоно, то жених в чем? Если девушка в кимоно, то мужчина тоже в кимоно. Если девушка в кимоно, то мужчина тоже в кимоно. Что вы делаете? В结婚е у меня есть дресса. И я купила только на фотографии. Ренда! Я знаю, что они очень дорогие, очень дорогие. Скажите, кроме того, что кимоно, если это традиционная свадьба, что там еще происходит? Что нужно? Какие-то обряды? Участие священника? Что происходит? Если традиционная свадьба, то что должно произойти? Где это происходит? В доме жениха? В доме невесты? Участие священников? Пожалуйста. Все зависит от религии. Если шинтоисты, тогда до свадьбы тоже есть какие-то церемонии. Честно говоря, точно я не знаю, какие-то что-то принести, или получать, или что-то есть. И если без религии, тогда очень часто надевают вероятные платья, и красиво делают. Красиво. Да. И еще это в церковь, они делают свадьбы, даже они не христиане. Христиане, не христиане. Даже то они не христиане, но все равно в церкви, да? А, то есть даже японцы не христиане, а все равно венчаются в церкви. Да. Потому что это стиль крутой, поэтому... Давайте... Хорошо. А у нас есть запись, видеозапись. Может быть, посмотрим ее, как это может быть? Да. А вот это вот уже, все-таки, мне кажется, традиционное некое. Кайто-сан, что ты сейчас... Да. Это свадебное кимоно, да? Да. Это специальное кимоно. А вот я слышал, что белый цвет, ну, скорее, траурный, или это не так в Японии? А? Траурный? Ну, на востоке, там, в Индии, например, белый цвет, это траурный. Да. Это в Японии черный траурный. Но в Японии траурный. А вот это вот главный убор на невесте такой, это специально, да, это свадебный? Да. Это все вот абсолютно традиционные такие, да, так сказать, церемонии? Синтоиски. Да. И здесь священник, который, собственно, венчает. А где свидетельство о браке выдают? В храме или в каком-то государственном органе? Бумажку А, это якушо, государственные органы А это был священник напротив них? Да Вот это он, да? Кому они поклоняются, кого они просят или что происходит? Я не точно знаю, но они пьют это саке А, саке Да И не знаю, что они делают Знаешь? Знаешь? Знаешь, это москва Это... Что это такое? Вот сейчас клятва какая-то произносится, что ли? Что это такое, я не знаю Извините пожалуйста Да Наверное, говорят, что это типа молитвы, да? Навсегда Я люблю ее Бра-бра-бра Наверное, они... Наверное, они клянутся в верности вместе Да, клянутся А, Ито-сан А у вас какая была свадьба? Ито-сан Ито-сан Какие-то 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 В Европе? Ну, вот она была в западном стиле На Окинаве Да Это остров, где тепло всегда Да Остров, где тепло То есть Вот это вот, скажем Традиционная свадьба Это, в общем, не распространенная такая вещь Нет Нет Я плохо знаю, но, наверное, это западный стиль Это побольше, я думаю Более популярнее, чем традиционные То есть, западные свадьбы сейчас чаще, чем японские То есть, и в результате, то есть, как бы из традиции только вот сфотографироваться в кимоно, да? Да Ну, хорошо Ну, правильно вы говорите Времени резиновое Поэтому мы решили взять, что называется, быка за рога И у нас осталось две самые важные темы Ну, во-первых, это кухня А во-вторых, это костюмы Ну, давайте с кухней, потому что у нас здесь давно стоит еда и пахнет Вот я... кто готовил вообще? Они... 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 Я... И... Токаси-сан Токаси-сан готовила Хорошо Вот давайте, расскажите вот по порядку, что мы видим здесь на столе Вот здесь вот на самом деле обычная... У меня, покажите, вот у меня, у меня картошечка Картошечка с мясом Ничего особенного японского Насколько это вот действительно японская еда? Домашняя кухня Домашняя кухня То есть это обычная такая... то есть мы-то себе представляем, что японцы едят рис, рыбу, рис, рыбу, рис, рыбу, рис, рыбу, немножечко водоросли и опять рис, рыба, рис, рыба Когда? Да Да Да, но Домашняя кухня То есть домом вот такие вот тушеные овощи с мясом возможно Хорошо Едем дальше Колобочки вот эти вот, рисовые шарики, что здесь и как это готовится? Я готовлю Это вот ито-сан Ито-сан, да Рис и овощи, и мясо Вот там внутри мясо какое-то, что здесь за мясо? Курица А скажите, вот эта вот еда, вот она для, ну как сказать, это вот обед, ужин, или это может быть с собой можно на работу дать супругу? Ой, хотя... Аааа... Нормально Итак, а сколько вот в порции в одной из шариков? Потому что вот мы, если видим... Если мы видим тарелку, то значит всю тарелку надо опустошить Два Два, обычно два На самом деле... А у меня в руке две порции поместилось На самом деле я хочу вам рассказать секрет Это называется онигери И это на самом деле еда... Давай, мы не зря тебя посылали в Японию Это еда студентов, я вам хочу сказать, особенно рюгаксы, да, это иностранных студентов То есть... Ты много их съела? Да, я их очень много съела, пока училась в Японии Ага, хочешь еще? Да, очень хочу Хорошо Хорошо, вот в этих красивых чашечках... В этих... В этих... Что это? А это... Это я готовила Это я готовила Там есть тамаго тофу называется Тамаго яйца Тофу это знаете, наверное Я сейчас открою одну, приоткрою Что это, что это? А там диткость с яйцом и бульоном И внутри есть курица Сверху я посыпала Курица Фольга Золотая А, золотая фольга, она съедобная? Золотая фольга здесь действительно есть, если сможете показать крупно, но тогда... Вот, видите, желтенькая Это золотая фольга Скажите, то есть я-то вообще думал, что это сладкая, а это вот... Соленая Соленая А чем доставать? Ложкой? Конечно, ложкой А я думал, японцы все палочками едят Нет? Я не знаю, раньше так делали Раньше не А скажите, это так красиво, да еще золотая фольга Это на каждый день еда или... Нет, это, конечно, для эфира Для что? Для эфира А, для эфира А вот в каких случаях это готовится? Золотая фольга иногда бывает в саке Внутри саке, очень красиво А, в саке иногда кладут золотую фольгу И чтобы дело не пропадало, нам можно добавить вот такую праздничную штуку Но вообще очень красиво Просто баночки И самое тут, знаете, как черный ящик в студию У нас здесь есть еще раз Двухэтажная коробочка И в этой двухэтажной коробочке Кто это готовил? Это я Это тоже Такахаси Сан Такахаси Сан, пожалуйста Здесь То, что Кристина держит, это, наверное, знаете, суши Но суши, то, что вы знаете, это уже как-то в современном стиле А это до этого Это традиционный суши Сейчас я попробую достать это все Тут все в пленочке, так что все гигиенично Вот нормальные суши Вот, скажите Вот какого они должны быть размера Знаете, нормальная такая порция А не то, что нам там рассказывают Да, Андрей Именно такая должна быть суши, чтобы наесть Нет, секундочку, знаете А для тех неуважаемых гостей Это вот такая Вот Вот так Чтобы в двух руках держал Так, ну у нас тут на втором этаже этой коробочки Были оладушки Я, кстати, научил Кайта Сан этому слову Оладушки Это тоже традиционная семейная, ну как можно сказать, домашняя Домашняя Да, тоже домашняя еда А что там, зелень какая? Зелень это обычный зеленый лук Зеленый лук А это блины, ну как это сказать А можно драники, как вот Как драники Откуда вы знаете это слово? Ну это японская еда, прям настоящая японская еда? Вот это? Да Называется ояки Ну то есть ояки жареные Ояки жареные Да, и там часто морские продукты Там посыпаны креветки, маленькие очень Маленькие, да, чтобы все-таки было по-японски немножко креветки Скажите мне, пожалуйста, ну вот действительно там то, что мы слышали Японцы, у них все прекрасно, сердечно-сосудистые заболевания, потому что они едят много рыбы Это правда? Сколько рыбы ест японец? Вот насколько это прям? Раньше, наверное, намного, а сейчас меньше, потому что мало рыбы Мало рыбы стало в Японии Раньше, потому что надо было есть меньше, сейчас было бы больше А скажите, пожалуйста, вот кто-нибудь из вас пробовал фугу? Фугу? Нет И вот эта вот знаменитая ядовитая рыба Франция яэл фугу Франция яэл фугу Я это в ресторане или сам как-то готовил? Ааа, мой отец готовил и яэл Ааа, то есть, как сказать, отец рискнул сыну, называется Да, да, да Хорошо А еще вот очень, ну, как, кстати, говорят, я читал о Японии немножко, и там много всяких Спасибо Как-то, спасибо, Кайтос А, вот А, вот Вот это Еще надо полчаса кланяться А я слышал о том, что существуют самые невероятные мороженые Там мороженое с Я даже слышал с углем Мороженое с... С помидором С чесноком, да? Мороженое с чаем еще Ну, с чаем даже в Москве сейчас можно купить, но все-таки А почему это, то есть, все подряд годится в мороженое, что ли? Кстати, Кристина, наверное, тебе вопрос, ты там какое мороженое самое экзотичное ела? Я, честно признаюсь, я не ела такого мороженого А какое ты ела? Я не рискнула, я ела обычное, да Пломбир, да, за 7 копеек Ну, примерно Ну, правда Японская версия Какое самое экзотичное мороженое? Ну, это мороженое с матча С чаем С чаем С японским зеленым чаем Еще что-то есть мороженое Это Любимое, да Экзотичное, да? Да, да Любимое Я люблю мороженое с шоколадом А, шоколад Это не все Пожалуйста, все-все-все-все-все Выходим про костюмы Кристина, ты тоже комментируй, потому что ты в этом во всем разбираешься Андрей, пока клей туда не оставляй, но выходи вперед Все-все-все-все-все-все А, вот знаете, еще у меня такой вопрос Смотрите, я смотрю на вас, а Как правильно ходить по-японски? Кто покажет? Да Какая-то есть походка какая-то, вы как-то вот так вот вышли, как-то вот так вот, как это правильно делают? А, то есть небольшой шажок, да? Масурга, это... Кимоно-ка фу-вэ, не сказать? Да, да Да, да Это все включено А, зашла А, зашла Йодзе, возьми, пожалуйста, микрофон Например, когда мы одеваемся на кимоно, это трудно Вот А, широко не шагнешь Трудно, да, тяжело широко шагать, поэтому, да, маленькими шажками Да А это... Вот так Ну так далеко не уйдешь вообще-то Да, да, да Дальше Да, просто красивее так будет Ага А это походка и для мужчины, и для женщины, в принципе? Ммм, это для женщин, и для мужчины. Тогда давайте женщин дадим пройтись, пожалуйста Как правильно, красиво А это ему как-то учат, это как-то девочки говорят, как надо ходить, да? Сейчас, сейчас, микрофон Да Я думаю, не учиться, просто смотрят, как Саша. Но в гетто обувь это сложно, это быстро, это большие шаги, это сложно, поэтому так прочитать. А давайте тогда уже рассказывать, начиная прямо с этих, как они называются, это обувьи? Это гетто. Хорошо, а вот йодзи, это просто как? Это что? Рассказывай, рассказывай. Я прохозная, извините. Это зори? Это называется сетта. Сетта? Да, да. А вот у японцев, вот японские особые носки, у Андрея, да, вот еще, да. Обязательно палец, да, есть для того, чтобы, так сказать, можно было зацепиться. Хорошо, кимоно сегодня, в кимоно сегодня никто не пришел, я правильно понимаю? Да. Тогда вот это все, как называется вот это? Потому что я вижу, что у Андрея какая-то другая одежда. Как называется этот халат? Юката. Юката. Мужской от женского отличается. Я вижу, что они запахнуты на одну сторону, и у мужчины, и у женщины. Просто у нас ведь на разные стороны женские мужские, а здесь на одну сторону запахиваются, да? Да, дело в том, что, насколько я знаю, запахиваются на одну сторону, потому что в другую сторону запахиваются, когда человек умирает, когда его хоронят. А в чем отличие? Есть ли отличие в покрое или только расцветка? Мужской и женский, да. Мужской юката, да, очень много узоров. Это там цветы или там какие-то вот, да, стрекосы, что там бабочки. А мужской? Мужской юката, да, очень очень простая. Да, вообще, мужская юката, это не простая. То есть она без рисунка, она простая совсем. А иро, да? Иро, да, иро? Тёмные цвета. А скажите, вот юката, да, правильно это называется? А под неё что-то надевается, вот, наверное, футболка, майка, какое-то бельё, или это вот просто вот вся одежда, которая, в принципе, есть, и там только вот... Юката на штани на нигананка? Футболку, да? И ещё, вот знаете, меня просто заметил, позвольте, вот здесь вот сюда можно что-то класть, это карман, нет? А, если в кимоно, то туда можно класть. И ещё последний вопрос, кимоно, есть у всех, у каждого есть кимоно? У вас есть кимоно? В Японии дома. Дома есть, лежит, вот... Да. У каждого японца есть кимоно. А, у каждого, наверное, нет сейчас. А, кимоно, это, как-то такая мона, да, да? Да, да, такая, очень дорого, и не у всех, я думаю, сейчас. Дорого, поэтому не у всех. А сколько стоит, вот, чтобы знать? Сколько стоит? Ну, минимально. Минимально 10 манинぐらい? 10 манинぐらい, не знаю, сейчас, сколько... 10万円, 5万 рублей, 50 тысяч рублей. И еще, Андрей, может быть ты скажешь, что на тебе надето? У меня такая простая одежда, это не совсем кимоно, скорее можно сказать, что это хаори, это такая одежда для дома и работы, скажем, для работы в саду. То есть это такая более одежда простая, скажем так. Хорошо. Одежда садовника. Одежда садовника. Ну вот, кстати, одежда садовника и старинная народная японская песня Сакура, пожалуйста. А мы возвращаемся на свое место. Так, микрофон, пожалуйста. Сакура, сакура, садовник, 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 садов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое Маки Кайта, гостевой исследователь Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Спасибо Бесет Зики Тамура, студент Московского государства педагогического университета Би Эри Ито, домохозяйка, большое вам спасибо Большое спасибо И отдельное спасибо за то, что мы все так хорошо почувствовали, потому что нам все так хорошо рассказали А кто это сделал? А главное спасибо, что внесли в нашу вот эту суетливую жизнь немножко покоя Да, я уже забыл, как звали наших ведущих по-японски Руслан Орехов Руслан Орехов Сан и Кристина Елзарова Сан Мы особенно потрясены тем, как Кристина Елзарова Сан, как она разговаривает непринужденно по-японски Если бы мы в половину так же могли по-русски говорить, конечно, это была бы совсем другая жизнь